Таким вот образом я попала в официальный ресторан Да, кстати, не сдерживайтесь, у нас без цензуры канал Первого человека, которого я уволила, я сидела и флакала Это правда, что лет 10 назад вы могли запустить в официанта стаканом? Хороший вопрос Привет, друзья! Сегодня мы едем снимать интервью к человеку, которого я знаю не понаслышке Именно в ее ресторанной сети я сделал свою карьеру Это Наталья Килимбет, это Iron Lady ресторанного бизнеса Украины Сегодня будет не просто интервью, а настоящий рок-н-ролл Не переключайтесь! Наталья, ну что, начнем с самого начала, с истоков Как вы вообще попали в ресторанный бизнес? Совершенно случайно Ну, как и все, в принципе Да, реально, как все, в принципе, случайно попадают Изначально, как бы, наши друзья занимались ресторанами И первые рестораны, которые были, там, открыты в городе Киеве Они были успешные, они были востребованы Их было еще очень мало, и это было интересно У нас была поездка хорошая такая в Берлин Где я впервые в жизни увидела, что такое суши-бар вообще Потому что до этого работал только Сантори И мое первое знакомство с суши-бар Было именно там И, честно говоря, я не очень, как бы, поняла Когда я попала в Берлин, мы ходили только по суши-барам Я полюбила эту кухню, полюбила эту еду Мне это очень понравилось И, как бы, возникла идея открыть подобное в городе Киев И вот таким вот образом, совершенно случайно С нашими друзьями мы сделали им предложение Что мы хотим вот открыть Мы были инвесторами То есть мы никогда не были менеджерами То, что там говорится, что мы просто менеджеры казенной карты Это потом все произошло Сначала мы были ресторами Мы первые два наших ресторана полностью сами инвестируем И вот таким вот образом Мы были сначала инвесторы Вкладывали деньги в ресторанный бизнес И когда это все происходило Это было очень активно, фурно Мы отрабатывали дизайн, меню Многие очень вещи И в этот период я, как бы, сильно заинтересовалась Начала обучаться Этому ремеслу, будем говорить так Окей И делала предложение, говорю Почему бы мне бы и не попробовать работать Вот таким вот образом я попала совершенно случайно в ресторанный бизнес В каком году первый ресторан был открыт? В 2001 Окей Сколько всего на сегодняшний день За все время вы открыли ресторанов? Знаешь, я даже не считала Но больше 10 это точно Ну, я думаю, точно больше 10 Может, даже 15 Уже так все и не вспомнишь Путь был долгий Становление было долгое Обучение было тоже долгое Интересное То есть я имела возможность Обучаться на своих деньгах Что дорогого стоит Не так, как все остальные На чужих Поэтому, конечно же, у меня опыт большой В этом вопросе И цена то, что это было на моих деньгах То есть я как бы отвечала за то, что я делала И это было как бы поучительно То есть уже ошибки, которые я делала когда-то Я на других следующих проектах своих уже не допускала Это очень важно Любая ошибка Это движение вперед Какой из ресторанов был коммерчески самым успешным? Если честно, то все рестораны были коммерчески успешными Мы, во-первых, очень быстро делали отбивку Всегда Ну, наверное, если начать говорить о первом нашем ресторане Суши-баре Ногу То на тот период мы зарабатывали деньги О которых даже не могли подумать То есть мы рассчитывали как бы на один заработок И получили его в 5 раз выше Суммарно, сколько вы заработали на первом ресторане? Слушай, никогда, ну, понятно, что подсчет велся Но, честно, я тогда... Ну, он проработал сколько? Более 10 лет, да? Проработал почти 16 лет 16 лет Потом мы его закрыли по причине того, что место устарело То есть для такого уровня ресторана необходимо Либо их надо было много открывать, маленьких таких Либо он должен был превратиться в большой, огромный как бы там ресторан Что в принципе, как бы не исключаю, что это может произойти Окей Самый быстрый возврат инвестиций? Сколько по времени был? Ну, ногу мы вернули за 4 месяца За 4 месяца? За 4 месяца, да Фух, ничего себе Ну, из последнего там моего опыта, который возврат инвестиций был тоже достаточно быстрый Особенно во время нашей как бы экономики Это Гурама, где я отбила за 10 с половиной месяцев полностью произошел возврат инвестиций в месте средней площадки Стоп! Это ресторан, который был открыт в кризисное время? Абсолютно кризисное время, когда все боялись что-либо открывать, вообще боялись что-либо делать, боялись инвестировать И тем не менее, был колоссальнейший успех В чем секрет? Я просто люблю заниматься своим делом Я это все делаю с любовью В первую очередь Ну и плюс есть опыт профессионализма Ну и самый главный профессионализм Это создание команды Без команды один человек ничего не может сделать То есть это правильная подборка и правильная расстановка всего менеджмента в ресторане То есть каждый человек должен быть узким специалистом своего направления И он должен отвечать за свое направление и там быть гуру И тогда все складывается Когда ты набираешь 5-6 топ-менеджеров, которые отвечают за свое направление И мы выдвигаемся командой, где мы создаем там лучший кофе, лучшую коктейльную карту Берем лучшего семерия, который в состоянии создать лучшую там карту на сегодняшний день, то что возможно в Украине Выписываем лучшего повара, долго его отбирая, пробуя и так далее Берем всегда обязательно своего украинского повара Потому что наши ребята очень высокого уровня Хорошо развиваются То есть они тоже любят какое-то движение вперед Любят обучаться И им нравится создавать нечто новое для нашей публики Окей Вопрос Вы считаете себя строгим руководителем? Да, конечно В управлении есть как бы два направления Каким можно быть руководителем Это тоталитарный режим в управлении Это когда ты не можешь еще объяснить, почему так надо И ты вынужден говорить Делайте так, как я сказала И появляется уже второй режим управления Когда это полная демократия, когда у тебя есть команда Ты с командой, они твои сподвижники И в этом случае ты и консультируешься с ними И советуешься, и объясняешь И говоришь, почему нужно так И почему мы будем делать так То есть ты всегда как бы ставишь задачу И уже совместно, обработав эту задачу Поняв, какую цель мы хотим достигнуть Мы уже тогда начинаем двигаться Конечно же, на сегодняшний день я пришла к тому, что Необходима только демократия И пришла к тому, что необходима команда Тоталитарный режим, это в прошлом веке забыли Но вопрос на эту тему Это правда, что лет 10 назад Вы могли запустить в официанта стаканом Либо пепельницей за то, что он тупил Или делал куда-то ошибку Это правда Я, собственно говоря, и мотивация научилась Когда пошла работать Да, кстати, не сдерживайтесь У нас без цензуры канал Ну сейчас просто не на кого Понимаешь, пепельница стоит хорошо Все нормально, все в порядке Да, я была вообще первых полгода Как бы моей работы в ресторанном бизнесе Я не понимала, как можно уволить человека Первого человека, которого я уволила Я сидела и плату Мне было обидно, что я сделала этот поступок Что я так поступила с человеком Он же вроде как на что-то рассчитывал А я вот не выдержала Терпела, терпела, не выдержала И была вынуждена уволить человека Это потом я уже поняла, что так должно быть То есть если человек хочет То он будет правильно работать Он будет слышать тебя Он будет понимать стандарты Он будет профессионалом в своей работе Если он не профессионал, то нам просто не по пути Нам такие люди не нужны И конечно же я в какой-то момент стала жестче Да, если меня на третий раз не слышали Я могла запустить пепельницу Это правда Баюсь, сейчас таких вещей нет Могла на кухню зайти, забросить соусом Этот поваров, если мне вкус не подходил Такое бывало тоже Так, наверное, дохочевее были в те времена Ну да, что кричать Если можно один раз сбросить Все услышали, увидели Почему я недовольна Да, я как бы всегда вмешивалась в любой процесс Это не значит, что я знаю, как готовится соуса Или готовится то или иное блюдо Я знаю, какое оно должно выглядеть на тарелке Какого оно должно быть вкуса, цвета и так далее Для нашего гостя Потому что я все-таки больше со стороны гостя Потому что я больше как потребитель Поэтому нюансы, как они там приготовили Сколько жарили, сколько варили Сколько надо там быть на огне Я не знаю Но я знаю, как это должно выглядеть И какой должен быть конечный результат И я очень требовательная в этом вопросе Потому что я ставлю себя всегда на место гостя Я пришла в ресторан Я хочу получить атмосферу, комфорт, вкусную еду И с удовольствием оставить деньги Если все это не совпало То я недоволен И, соответственно, я никогда не вернусь Как год Поэтому я всегда от персонала требовала Именно вот этих достижений Вот этих вот качеств А расскажите про первый ресторан Вы сами управляли им Или вы сразу же наняли людей? То есть как вы приобрели вообще опыт Ну в этом бизнесе То есть вы пришли У вас не было, да, образования в ресторанном бизнесе? Ни кулинарного, никакого? Никакого Я по образованию инженер геофизики Отлично То есть у меня нефть, газ, алмазы и золото Это мне нравилось видать в детстве Я пришла без опыта У меня был единственный, наверное, опыт И возможность посмотреть, как ресторан работает изнутри Это когда мы начали открывать первый свой ресторан Я попросила пойти на практику Тогда очень известный Майами Блюз Достаточно такое знаковое место города Киева Куда съезжались все всегда круглосуточно Вот И я была всегда там только гостями Это я попросила увидеть как бы кухню изнутри Вот Где для меня там открылись очень многие аспекты Новые вещи Как это все устроено Кто кому подчиняется Кто за что отвечает И так далее и тому подобное И у меня там был первый шок Что оказывается это знание Оказывается нужно в этом разбираться И я купила очень много литературы Начала считать, учиться, обучаться То есть не только на практике Но еще почитывала литературу необходимую для меня Первый свой суши бар Так как он был маленький Я считала, что людей будет немного Ну как я и говорила Что мы рассчитывали совершенно на один заработок А получили там совершенно другой То я считала, что я одна могу справиться абсолютно со всем Поэтому у меня не было ни директора Ни администратора Ни кассира Ни охраны на входе В общем всех вот этих атрибут Которые необходимы на сегодняшний день для ресторана Этого у нас не существовало То есть вы по классике Как все неопытные бизнесмены Замкнули на себе все процессы Да, все процессы замкнула на себе Сказала, что я все могу И тут нет ничего сложного Я все смогу Это что-то так легко И зачем тратить лишние деньги Так, и как получилось? Получилось так, что когда пришли первые гости Мы сделали правильный рекламный ход Мы разложили в ход Тогда только первые появившиеся флайера Разложили в ресторанах наших друзей И в первый же вечер получили огромное количество людей Я стояла за баром У меня была такая большая коробка Из-под чего-то Из-под сока, наверное Даже не помню Какая касса Никто пробивать не мог Я вот в эту коробку Вот так вот сбрасывала деньги Все Потом я выходила в зал Обслуживать гостей Гости мне давали чаевые Я говорила спасибо Чего и точно уже не надо давать И уже достаточно оставили мне так денег В общем, после этого кошмара Который был первый день Когда я слышала гостей Которые стояли сзади И говорили Проходите вперед А люди говорили А тут проходить больше нет Я поняла, что все Я больше так не делаю Не занимаюсь И на следующий день У меня появился и кассет И администратор Ну, управляющего, в принципе Я пока не брала Я считала, что с этим я еще могу как-то справиться Что мне надо еще самой обучиться Для того, чтобы понимать Какой должен быть управляющий Вот В общем, на следующий день У меня появились все люди Охрана И все И уже стало как бы там Более или менее понятно Как необходимо работать Было очень много ошибок Очень много там Интересных моментов Мы их там все прошли Успешно Но Было еще и время Такое благоприятное Что Мне могли Как бы Наши гости Позволить ошибаться Будем говорить так Да И я им за это очень благодарна У нас на бою Выросло Ну, поколение Наших клиентов То есть я их помню Когда они были вот такие маленькие Вот И сейчас у них уже Судили с детями И мало того Эти дети До последнего времени Ходили уже К нам в этот Ну, то есть Считайте, что у вас Три поколения уже пришли Дорожка была протоптана На года Начало Нулевых Это Был момент Когда в Украину Начали только приходить Новые кулинарные тренды И вы Одна из первых Кто привезли вообще Японскую кухню Современную японскую кухню В Украину Расскажите какие-то Интересные, может, факты Нюансы Как гости вообще Воспринимали Эту кухню И какие интересные Может, моменты были То есть для того, чтобы Как понять вообще Всю эту кухню Как это все работает Мне были необходимы Две поездки Одна была в Россию Потому что там были Первые японские рестораны Первые суши-бары Ну, плюс было Территориально рядом И можно было посмотреть Что меня там Как впечатлило Что мне не понравилось Это продукты То есть Были Рестораторы Которым было все равно Что они продают Главное продать И главное с большой маржинальностью Ну, то есть, например Они позволяли себе Использовать Краснодарский рис Вместо настоящего Японского Отшлифованного Правильного Подобранного При этом Ни для кого не секрет Что под суши Идет один сорт риса Под терияки другой И так далее И тому подобное То есть Подтяханы И там Огромное количество Везде идет Разный рис Этих нюансов Никто не рассказывает Никто Это Вот это Нужно было Умникать Нужно было Понимать Потом была Другая категория Рестораторов Которые четко понимали Что Качество рыбы И безопасность Это самое главное И понятно Что я больше Ушла в ту сторону Выяснила Где они берут Где они покупают И Первые вообще Продукты Которые поступали Для Нашего суши-бара Мы покупали В Америке То есть Мы сами завозили Сами растамаживали И сами Этот вот Реализовывали То есть У нас был Высшего качества С лучших Нью-Йоркских баз Вся продукция была И наверное Это как бы Было залогом успеха Потому что Качество продукта Это самое главное Что может быть В ресторане Дальше Как приготовили его Вот И дальше Как обслужили Если ты Эту всю цепочку Соблюдаешь То У тебя Все Получается Я так понимаю Вы всегда Шли впереди Паровоза Привозив Новые концепции Кулинарные В Украину Вопрос в следующем Люди же То не знали Что это за кухня Как ее правильно есть Вы обучали Ваших гостей Как это было Вообще Да Конечно Тогда возможность Ездить по миру Не у всех была Такая Как на сегодняшний день Ездил Определенный Круг Которые Не жалели денег Не экономили Не собирали И так далее Для покупок Чего-то А ездили По миру И конечно же Большая категория Людей Которые Любила Ходить в рестораны Но не все знала И не все понимала Вот Или для них Этот ресторан И эта кухня Была знакомство Как у меня Например Это было по Сантори Это очень важно Когда ты Своего гостя Обучаешь Вводишь Как бы В эту кухню Когда ты не просто Приносишь И отдаешь блюдо А когда у тебя Есть легенда Об этом блюде Когда тебе есть Что рассказать И мы проводили Тренинги С персоналом На эту тему Мы обучали Сначала персонал Для того Чтобы персонал Мог вкусно Интересно И познавательно Рассказать О том или ином блюде И вообще О этой кухне Как таковой И Мне вообще Всегда было Как бы интересно Там Завозить Какую-то новую Кухню В город Киев И давать На ознакомление Нашим гостям Или же То, что забыто Было Подавать По-другому В новой интерпретации У нас Там была Интересная Очень история Когда-то В ногу Вот К тому Что я говорю То есть Мы все знали Они все понимали Пришли четверо Мужчин Видно У них какая-то Была удачная сделка Потому что Они очень Горно Общались Радовались И так далее Зашли В ресторан Который для них Видно Был совершенно Незнаком Они захотели Выпить водку Заказали водку Чтобы отметить Какое-то свое событие А у нас Был определенный Стандарт Обслуживания То есть Выставили напитки И следующим этапом Это выносится Ашивори Для того Чтобы освежиться И по каким-то причинам Официант В какой-то В своей там Беготне Или не проснулся Или еще что-то Забыл об этом Сказать людям Вот И Они выпили водку Взяли Ашивори И закусили Это Аху Да Вот И все Кто увидел Эту ситуацию Все упали И ушли Тихо Из той кибара То есть Такие вещи Как бы были И после этого Конечно Мы понимали Что Надо проговаривать Людям Надо объяснять Это нормально Мы же не можем Все знать Мы же тоже Знакомимся С новой какой-то кухней С новым каким-то блюдом С новым продуктом И когда тебя Официант вводит В эту культуру То тебе там Становится понятно Вот Потому что Мы-то тоже Первый раз Видели Ашивори Где-то в другом месте И нам это рассказывают Вот Поэтому тренинги Считаю Что это очень важный момент Ресторанной жизни Они необходимы В первую очередь Не для того Чтобы официант Повысил свою квалификацию А для того Чтобы официант Мог правильно Презентовать То или иное блюдо Либо то или иную кухню Для нашего гостя Наташа Несмотря на то Что вы довольно Строгий руководитель У вас Хорошая кузница кадров Очень много Кто прошел Через школу У Килимбет Достиг успехов И сейчас Занимают Топовые позиции В Киеве За границей В ресторанном бизнесе Как вам удается Собрать людей Либо же все-таки Под давлением Появляются бриллианты Ну Нет Здесь есть два фактора Ну то есть Я сначала Смотрю на человека Насколько он горит Тем чем занимается И насколько У него есть стремление Расти выше Потому что Какой бы бриллиант не был Если у него нет желания Чего-либо достичь Я сама ничего не смогу сделать Поэтому я и выбирала Я смотрела Прислушивалась Смотрела Как обслуживают Ну вот Не секрет про тебя Да То есть Мне всегда нравилось Как ты меня обслуживал Мураками И я с тобой вела Если ты помнишь Такие неожиданные Для тебя беседы Я задавала тебе вопрос А чем ты занимаешься Что тебе нравится Вот таким вот образом Я там составляла Тебе И о вас Других Портреты Понимала Хотите вы чего-то достичь Интересно вам здесь заниматься Будете вы двигаться В этом направлении То есть конечно же Для меня Как для руководителя Вы должны были быть Перспективными Если есть ваше желание И я вижу Что из вас Можно сделать Того человека Который будет В перспективе Необходим Не для моего бизнеса То конечно же Я этим занималась Да не секрет На сегодняшний день Практически в любой ресторан Зайдя в городе Киеве Меня называют По имени Отчество То есть говорят Наталья Валентиновна Проходите пожалуйста Это говорит о том Что Большое количество Воспитанных Мною Персонала Он очень востребован Его разбирают Его переманивают Многие мне задают вопрос Как я к этому отношусь Я отношусь к этому Очень позитивно Я считаю Что Я себя реализовала В этом вопросе То есть я смогла Воспитать огромную плеяду Профессионалом В ресторанном бизнесе И мне Будем говорить Так приятно Даже Когда Забирают Кого-то Кому я там Прикипела И мне бы наверное Не хотелось бы Чтобы он уходил Там работать Кому-то другому Я понимаю Что Всем необходим Рост Всем необходимо Что-то Попробовать Другое Но с другой стороны Для меня Это Ну Признание Будем говорить Так Много Из ваших Рестранов Носят Имена Мировых Брендов Вопрос Такой Зачем Вы называете Их так Так как Ну Насколько Известно Это не Франшиза И Самое Важное Что Ведь вы Умеете Строить Рестраны И вы Это Доказали Есть Успешные Другие Ваши Рестраны Зачем Называть Именами Мировых Брендов Хороший Полетела В Америку И Наши Друзья Проживающие В Нью-Йорке Повели Нас В этот Ресторан И Показали Нам Что Вот Есть Такой Одноименный Ресторан Нобу На самом деле Нобу Это Обычное Японское Распространенное Очень Распространенное Имя Как Наш Иван Василий Вот так Будем Говорить И О том Что Это Известная Мировая Сеть На тот Момент Нам Было Абсолютно Неизвестно Я Считаю Что Это Абсолютная Случайность И На сегодняшний День Я Имею Из-за Этого Проблема То есть Я Сужусь С самим Масуши Цинобу По этому Вопросу То есть Мы Спорим Кто Первый Придумал Вот И Потом Наш Ресторан Это Был Не Ресторан Это Был Суши Бар Который Просто Был Японским Суши Баром У нас Была Разная Кухня У нас Были Придуманные Очень Многие Блюда Придуманные Нами Которые На сегодняшний День Есть Уже И В Украине В других Ресторанах И В России В других Ресторанах И где-то Еще За границей Мне Рассказывали Об этом То есть По Нобу Все Как бы Очень Получилось Случайно Мистер Зума Да У меня Была Цель Получить Франшизу Зума Но Мои Инвестора Были Не готовы За нее Платить Но Очень Хотели Иметь Это Название Я Долго Боролась Я Долго Просила И говорила Что Это Невозможно Что Это Неправильно Что Это Плагиат Что Мы Так Не Должны Поступать Вот Но Тот Кто Платит Деньги Тот Как Б Прав Я Сдалась Было Название Мистер Зума Потому Что Хоть Здесь Я Не Дала Возможность Назвать Чисто Зума Потому Что Это Вообще Было Никуда Не Годилось Но Как Говорится Худо Без Добра Не Бывает Хозяева Этого Бренда Вышли На Меня Сделали Мне Сначала Непристойное Предложение Сказали Отдай Название Я Сделала Встречное Предложение Говорю Может Вы Приедете Посмотрите Может Я Не Буду Отдавать Название Может Мы Каким Образом Договоримся О том Чтобы Оно Стало Оригинальным А у Вас Появилась Еще Одна Точка Карте Мира Где Вы Имели Возможность Расширить Они Приехали Были Впечатлены Сказали Что Все Ок Им Все Подходит Интерьер Подход Работы Наш Шеф Повар И Мы В принципе Почти Договорились О том Чтобы Его Переименовать Но Как Вы Знаете Происходили События Революция Смена Власти Сложная Ситуация И Мои Инвестора В этот момент Приняли Решение Продать Этот Бизнес Другим Людям Вот Поэтому Я Оттуда Ушла И Поэтому Не Случилось Что В городе Киеве Появился Оригинальный Зум О котором У меня Уже Произошли Все Договоренности На Очень Хороших Условиях Условия Озвучивать Не Буду Потому Что Они Конфиденциальны Но Я Возвращаюсь К этому Вопросу Опять Так Как У нас Произошел Хороший Коннект И Мы В принципе Ни о чем Не договорились Но Остановились Зяли паузу То Сейчас Я Вернулась К этому Разговору О том Чтобы Действительно Открыть Оригинальный Зум В городе Киеве И Надеюсь Что У меня Это В ближайшее Время Получится Если Говорить О Баканчино То Управляющий Баканчино Мой Хороший Друг Антонио То есть Мы С ним Договорились У меня Это Название Абсолютно Официально То есть Я Имею Право В Украине Оно Зарегистрировано Зарегистрировано На Мне И На Одном Итальянском Товарищи Будем Говорить Так Вот То есть Баканчино Я буду Восстанавливать Тоже В Украине То есть Мы Имеем Право Носить Это Имя Наташа Расскажите О Козырной Карте Более Подробно Я знаю Что Ваши Рестораны Входили В эту Сеть Знаю Что Внутри Козырной Карты Все Устроено Иначе Чем В других Ресторанных Сетях Есть Определенная Иерархия Есть Определенные Разделы На блоки Ресторанные То есть Как Это Было Там Все Устроено Да Интересный Вопрос Я считаю Что Козырная Карта Это Феномен Ресторанного Бизнеса Это Придумал Андрей Задорожный Он Ресторанный Как бы Создал Ресторанный Бизнес В Украине Сделал Хобби Увлечения Не просто Как бы Только Увлечением А сделал Еще и Бизнесом Конечно же Первично Было Это Места Где Можно Было Проводить Приятное Время С друзьями Компаниями Где Можно Было Вкусно Поесть А Второе Это Уже Было Как бы Зарабатывать Деньги Для Этого Мы Перевлекали Инвесторов И То есть У нас Был Как бы Свой Интерес Красиво Вкусно И Ярко Жить А У Людей Которые Вкладывали Деньги Была Понятна Цель Заработать Деньги То есть Проинвестировать Заработать Деньги И иметь Какой-то Бизнес Как Как У нас Было Все Устроено Да Была Иерархия Да Было Большое Количество Акционеров То есть На самом деле Их 10 Акционеров Основных Самой Козырной Карты Я Одиннадцатая Меня Официально Потому что Я Женщина Не Вели Я Так Думаю Я Шучу Конечно На эту Тему Но Думаю Что С этим Как-то Было Связано Считаю Что Гениальный Проект Потому что Это было Ярко Это было Событие Событие Жизни Украины И Киева В частности Особенно Когда Проводились Эти Фестивали Козырной Карты Что Хотели Достичь Хотели Привлечь Как Можно Больше Интернациональных Кухонь Чтобы Дать Самый Широкий Спектр Возможностей Для наших Гостей Ну Цели Там Чтобы Мы были Самые Крупные Самые Козырные Как бы Не стояло Стояла Другая Цель Наверное Красиво Правильно Интересно Жить Развиваться Чтобы Было Не просто Ресторан Ресторан А чтобы Это стала Ресторанная Жизнь Что В принципе У нас И получилось Устроено Было Все Очень Понятно Было Лицо Козырной Карты Это Андрей Задорожный Было Определенное Количество Работающих Менеджеров И Было Определенное Количество Акционеров Так Называемых Диванных Которые Участвовали В жизни В жизни Не Занимались Непосредственно Самой Работой Основные Топ Менеджеры Имели Своё Направление И Каждый Развивался В своём Направлении То есть Я там Выбрала Определённое Направление Для нас Для нашей Ветки Я занималась Этим Вместе С Вадимом Козиным Вот И Понятно Что туда Никто Не должен На нашу Территорию Заходить Но При этом Если Кто-то Хотел Подобное Нечто То Мы Садились Обсуждали И Если Нужна Была Помощь То Мы Всегда Оказывали Друг Другу Помощь Моя Задача Была Найти Новые Тренды То есть Я Очень Много Летала По миру Я очень Много Ездила В правильные Места Я ходила По очень Правильным Ресторанам Я Впитывала Как губка В себя Вот это Вот Все Потому что Мне было Очень Интересно Мало То Что Мне было Интересно Я хотела Чтобы Наши Гости Чувствовали Себя Как В Киеве Так Монте Карло В Лондоне В Париже В Нью-Йорке В Майами Так же Одинаково Чтобы У них Не было Разницы Что Вот там Типа Вкуснее А у нас Как-то По-другому Очень Многие Потом Когда Летали По миру И говорили Мне А ты знаешь Что у тебя Вкуснее Чем Вот там А вот Ты вот Это Готовишь А вот Они Там Так Не Умеют Мы Им Там Рассказываем Они Говорят Что Они Такого Не Знают Я Говорю Правильно Они Не Могут Знать Потому Что Это Уже Придумывали Мы Для Меня Вот Этот Эксперимент Взять Что-то Классное Вкусное Красивое И Привнести В него Более Модное Более Новое Всегда Было Как бы На первом Месте То есть Там Например Я увидела Севиче Но Севиче Там Была Банальная Лосось Тунец А я Начинала Вводить Севиче Там С лобстера Со С С Кампи Там С Гамбари Роси Там Вот Такие Как бы Вещи И Это Уже Можно Как бы Там Типа Называть Плагиатом Но Когда Ты Уже Это Делаешь Из Гамбари Роси То И Это Нет У Кого То Это Уже Мое Блюдо Мое И Моего Повара И Этого Ресторана И Вот Именно Эти Вещи Для Меня Были Очень Важны То есть Посмотреть Как Там Может Ни Для Кого Не Секрет Что Это Велосипед Который Работает Везде Чего Его Изобретать В Январе 2019 Года Козырная Карта Объявила О Закрытии Компании Как Вы Думаете Почему Так Произошло Ну То Что Они Объявили В Январе 2019 Это Уже Как Б Следствие Того Что Произошло На Самом Деле Козырная Карта Перестала Существовать Ровно Тот Момент Когда Акционеры Начали Выяснять Свои Взаимоотношения И Было Принято Решение Убрать Андрея Задорожного Акционера В Козырной Карте Вот Тогда Я считаю Что Козырная Карта Уже Перестала Своё Существование Да Понятно Это Была Большая Махина Которая ПНР Еще Несла В Промежуток Времени Года Два Три Еще Находилась В топе Но Потом Без Без Сидейного Вдохновителя Без Работающих Менеджеров Это Все Было Уже Никуда И Уходило В Никуда Очень Жаль Конечно Что Произошла Эта Ситуация Что Акционеры Что-то Не Поделили Понятное Дело Это Что Это Могли Быть Только Деньги Вот Считаю Что Это Была Грубейшая Ошибка Вот Если Вы Хотите Развалить Бизнес Это Партнеры Должны Между Собой Что-то Выяснять Все Готовьтесь К тому Что Бизнеса Больше Не Будет И Это Касается Не Только Ресторан Это Касается Любого Другого Бизнеса Очень Жаль Потому Что Воссоздать Нечто Подобное Думаю Не Получится Больше Ни У Ну По традиции У нас Принято Завершать Интервью С Интересными Людми Блицем Короткий Вопрос Короткий Ваш Ответ Окей Поехали Окей Бар Или Ресторан Пена Окей Бар Суши Или Паста Новый Тренд Конечно Же Суши Но Без Пасты Я Жить Не Могу Киев Или Лондон Лондон Новиков Или Зельдман Новиков Отлично Сегодня с нами была Наталья Килимбет Пример для подражания Одна из Небольшого количества женщин Которые Сумели Достичь Высоких Результатов В ресторанном Бизнесе Пример для подражания Успехов вам Во всех Ваших Новых Начинаниях Спасибо И ждите От меня Новых Открытий Ставьте Лайк Подписывайтесь На канал До скорых Выпусков Пока Субтитры